Ну что, привет! У нас долгожданное видео про рецепты. Сегодня многие из нас пытаются питаться рационально, это позволяет сохранить и здоровье, и фигуру. Если хотите сохранить фигуру, не отказывая в себе в удовольствии полакомиться чем-нибудь вкусненьким, я бы посоветовала просто пересмотреть свой взгляд на десерты и отказаться от высококалорийных десертов, таких как выпечка из дрожжевого теста, песочное печенье и разные десерты с маслянистыми, такими жирными кремами. Сегодня я подготовила для вас целых три рецепта вкусных десертов, которые никак не отразятся на вашей фигуре. Перед тем, как мы начнем, мне бы хотелось отметить, что все-таки это десерты, и, конечно, если вы настроены на конкретный сброс веса, то, возможно, их вам стоит избегать. Ну, а если вы просто хотите правильно питаться, вкусно питаться и избегать всяких вредных искусственных десертов, то я думаю, что мои рецепты сегодня вам пригодятся. Еще хочется отметить один небольшой нюанс, что все-таки очень важно, в каком количестве, что вы едите и в какое время. Поэтому десерты даже правильные я бы вам советовала употреблять все-таки в первой половине дня. В первом рецепте я хочу показать вам свои любимые творожные десерты. Я, на самом деле, их очень люблю и комбинирую разные продукты. Нам понадобится творог, нам также понадобится натуральный йогурт, орехи, какие вам нравятся, измельченное печенье либо корж, в зависимости, что вы сделаете, шоколадная стружка и я также измельчила малину в блендере. Для начала нам нужно выложить творог и вилкой его хорошенечко измельчить. После этого я добавляю натуральный или греческий йогурт. Смотрите на глаз, какая вам больше понравится консистенция. И взбиваю все это при помощи миксера. Я буду все это выкладывать слоями, вот в такие маленькие стаканчики. Вы смотрите, какая посуда у вас есть. Ну, тут все просто. Выкладываем слоями, слой за слоем. Я начала с самой творожной массы, потом печенье, потом у нас малина, шоколад, снова творог, как вам больше нравится, орешки. Не забывайте, конечно. Ну, а теперь я посыплю наши готовые десерты шоколадной стружкой. Если вы хотите, можете не посыпать. Ну, чуть-чуть темного шоколада, думаю, не повредит. И вуаля, наш первый рецепт готов. Рецепт номер 2. И это у нас самый вкусный банановый хлеб, который я ела. Нам понадобится 2 спелых банана, 3 столовые ложки меда, мука, у меня овсяная и обычная, одно яйцо, сода, орехи и 1 столовая ложка сливочного масла. Для начала я очищаю бананы и ломаю их на мелкие кусочки, чтобы потом их было легче давить. Давлю я бананы вилкой, именно поэтому важно, чтобы бананы были спелые, чтобы их можно было легко размять для получения такой вот кашицы. Ну, вот примерно, что у вас должно получиться. Теперь я добавляю туда яйцо, ложку соды, погашенную лимонным соком, также добавляю мед. И столовую ложку размягченного сливочного масла. Теперь вилочкой все хорошенечко перемешиваю. И постепенно начинаем добавлять муку. Теперь, когда мука хорошо перемешана, я добавила орехи. И снова хорошенечко, хорошенечко вилочкой все перемешиваю. Ну, вот, мы почти закончили. Теперь я все выкладываю в форму и ставлю в духовку на 180 градусов до готовности. Ну, вот, посмотрите, какой вкусный хлебушек у меня вышел. Но главное взять один кусочек, а то можно увлечься и съесть несколько. Ну, а теперь я приготовила для вас рецепт творожной запеканки с ягодами. Нам понадобится 500 грамм творога, 1 чайная ложка соды, 2 столовые ложки овсяной муки, также ягоды, у меня тут замороженная малина и свежая черника. Также подсластите либо сахар и 3 яйца. Сначала выкладываем творог в мисочку, добавляем муку, добавляем соду, в общем, все ингредиенты такие сухие. И начинаем хорошенечко вилочкой все перемешивать. Эту мисочку я отставлю и буду отделять желтки от белков. С щепоткой соли я буду взбивать белки до такой густой пены. Теперь к помощи миксера я буду перемешивать нашу творожную массу с жутками и аккуратно силиконовой лопаткой буду теперь вводить белки в творожную массу. Стараемся сделать действительно аккуратно, чтобы масса получилась такой воздушной. Теперь буду все перекладывать в форму. Вы смотрите, какая есть у вас. Я решила сделать вот так. Ну и, конечно, начинается самое интересное. Я буду выкладывать ягоды. Я старалась сделать это красиво, но, если честно, потом они провалились в мою творожную массу, их не было видно. Я добавила сверху просто немножечко малинки и не стала расстраиваться. Посмотрите, какой вкусный творожный десерт у меня получился. Это действительно очень вкусно и решает проблему любого перекуса. Такие вот три рецепта у меня получились. Я надеюсь, что они вам понравились. Лакомства для того и существуют, чтобы ими лакомиться, а не объедаться. Это главное правило, которое мы должны взять себе на вооружение. Я надеюсь, что это видео вам пригодилось и понравилось. Если вы будете что-то готовить из моих рецептов, обязательно упоминайте меня в инстаграме. Я буду очень рада. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся скоро в новых видео. Всем пока!